В этом видео я хочу рассказать про одну из возможных альтернатив использованию дезодорантов и антиперспирантов. Многие люди, к которым я также отношу, считают, что дезодоранты и антиперспиранты оказывают достаточно пагубное влияние на здоровье человека. Ты быстрее старишься, чаще болеешь, и у тебя могут по всему телу, в абсолютно всех органах и системах вылазить непонятные, откуда взявшиеся непонятные болячки, сбои, проблемы. При многолетнем ежедневном использовании данных химических средств. Сегодня, сейчас я расскажу о варианте замены дезодорантов и антиперспирантов на эфирные масла, на смеси эфирных масел. Лично я уже несколько лет не пользуюсь химическими дезодорантами и антиперспирантами. Я использую эфирное масло лаванды и чайного дерева. Я пользуюсь этими маслами в чистом виде, всем это может не подойти. Для начала лучше попробовать в разбавлении. То есть мы берем эфирное масло чайного дерева, по своим свойствам оно больше подходит под дезодорант. И разбавляем его базовым маслом, например, маслом виноградных косточек, либо маслом абрикосовых косточек, либо маслом персиковых косточек. Разбавляем мы в пропорции, например, на 15 миллилитров. Подойдет для начала 10-15 капель эфирного масла чайного дерева. И сверху это все мы заливаем базовым маслом виноградными косточками, абрикосовыми, персиковыми на ваш выбор. И пробуем пользоваться в качестве дезодоранта. Если никаких раздражений, неприятных ощущений не возникает, можно увеличивать именно чайное дерево, увеличивать концентрацию. Постепенно увеличивать концентрацию эфирного масла чайного дерева, либо лаванды. Сейчас я рассказываю именно про два этих эфирных масла. И если, возможно, вам подходит, можно в итоге чайным деревом пользоваться в чистом виде. Но, опять же, это подходит далеко не всем. И лучше чередовать чайное дерево с лавандой в таком случае. Какое-то время пользуйтесь чайным деревом, какое-то время пользуйтесь лавандой. И еще вот. Можно использовать такие штучки. У них на конце есть ролик. Для дезодорантов это очень удобно. Емкости для эфирных масел обязательно должны быть стеклянные. Это тоже стекло. Пластик не подходит совсем. Только стекло для эфирных масел. И эфирные масла, естественно, должны быть хорошего качества. Синтетические и искусственные эфирные масла лучше не использовать, так как непонятно, может, они даже больше вреда нанесут. В чистом виде особенно. Помимо чайного дерева и лаванды допустимо использование иных эфирных масел. Только уже в меньших количествах. То есть эфирные масла, кроме лаванды и чайного дерева, обязательно нужно разбавлять базовым маслом. Напоминаю, это виногральные косточки, персиковые косточки, абрикосовые косточки. И арсенал базовых масел намного шире, просто можно ознакомиться с ним в интернете. Я привожу то, что удобно и подходит мне больше всего, например. В качестве эфирных масел, кроме чайного дерева, для дезодорантов также можно использовать мяту, эвкалипт, лимон. И повторюсь, обязательно вот эти масла уже нужно разводить. Эти масла нельзя ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях использовать в чистом виде в качестве дезодоранта. Можно вызвать себе достаточно неприятный ожог кожи и ничего хорошего. То есть, если мы берем масло лимона, масло мяты, мы обязательно его разбавляем. И тут уже больше 20 капель нельзя на 15 мл делать себе смесь. Ну, максимум 30 капель, это уже много. Одно, это все очень индивидуально. Все переносят эфирные масла по-разному. Поэтому, повторюсь, чайное дерево, лаванду можно использовать в чистом виде, либо в слабом разбавлении. А если вы решите поэкспериментировать с другими эфирными маслами, их уже хорошо так разбавляем базовым маслом. По поводу качества эфирных масел я уже сказала, повторюсь, оно должно быть не химическим. Эфирное масло за 100 рублей, скорее всего, это синтетический продукт, который неизвестно, какими качествами обладает, никаких дезинфицирующих противомикробных свойств у него может быть нет. Нет тут только аромат и какие-то непонятные составляющие, которые в подмышечных впадинах, в местах, под которыми находятся лимфоузлы, которые прекрасно все в себе впитывают и разносят по всему организму. Наверное, не стоит химические эфирные масла использовать, как и химические дезодоранты и антиперспиранты. Это был один из возможных вариантов, собственно, я рассказала о замене дезодорантов и антиперспирантов. Надеюсь, это видео кому-то было полезно и кому-то подойдет использование эфирных масел в качестве замены дезодоранта и антиперспиранта. На этом все.